Чёрное море, солнце, песок не помеха для образовательного процесса. Как минимум для 300 талантливых, молодых и креативных журналистов, которые съехались в Крым. Здесь проходит образовательный форум Таврида. Весь день расписан по минутам. С утра зарядка, в перерывах между лекциями есть время покушать и искупаться. Однако о том, что форум прежде всего образовательный, напомнили с первых минут заезда в лагерь. Поспав несколько часов и размяв косточки на утренние зарядки, участники отправились на первые лекции. К примеру, поделиться своим опытом в Крым приехал корреспондент телеканала «Россия-24» Николай Соколов. Сейчас есть возможность, я так понимаю, что есть возможность приглашать участников со всей страны, экспертов со всей страны. И получается, что таким образом форум действительно становится национальным, всероссийским. И мне очень понравилось, что мы могли беседовать с коллегами, и я узнал о многих общих проблемах. И, к сожалению, может быть, что они общие, но, к счастью, что они будут решаться. Каждый новый день – это калейдоскоп спикеров федерального масштаба. С молодежью общались известные журналисты Петр Толстой, Евгений Ревенко, главный редактор телеканала «Раш Тудэ» Маргарита Симонян. Участники без стеснения задавали лекторам острые вопросы. С корреспондентами из 85 субъектов страны встретился и глава Крымской республики Сергей Аксенов. На мой взгляд, встречи полезны, нужны. Хотим, чтобы наша молодежь российская больше знала о Крыме, о тех процессах, которые происходят, и смогла себя в российском Крыму найти. Территорию форума можно смело назвать отдельным городом. Здесь есть домики, в которых живут участники. Всех их, кстати, поделили на так называемые пятнашки. Есть пляж, сцена, свой теннисный корт, небольшой магазин. И если это город, то у него обязательно должны быть достопримечательности. Таврида – не только площадка для образования, но и своего рода творческая мастерская. К примеру, смена молодых архитекторов создала вот такие вот арт-объекты, которые символизируют приезжающие сюда смены. Как вы поняли, эта печатная машинка – символ нелегкого труда писателей и журналистов. Еще одной гордостью является стена с изображением триколора. Здесь свой автограф на память всем участникам в прошлом году оставил глава государства Владимир Путин. В Переровых между лекциями каждый старается пообщаться с коллегой по цеху из другого региона. Не дают искучать и развлекательные программы. Так, в один из вечеров журналисты учились запускать в небо воздушного змея. Одним из ярких пятен также стала пенная вечеринка на пляже. Официально Таврида имеет статус всероссийского форума, но некоторые участники стирают эту границу. Юлия Скубаева приехала в Крым из Донбасса, чтобы презентовать свой проект и найти единомышленников. У меня вообще смешанные чувства. У меня там вроде бы дома военные действия, а здесь какой-то другой мир. И вот такая смесь такая, гремучая. Для меня это гремучая смесь, скажем так, во всех отношениях. Это и в отношении ребят, которые здесь, и в отношении специалистов, которые здесь. Особую атмосферу отмечают участники и из других регионов. Такое ощущение, что ты здесь живешь уже месяц, наверное. То есть настолько уже здесь знакомые тебе до боли люди, единые в одном мышлении. И, наверное, как-то это сближает, сплачает. И просто, наверное, ты проникаешься полностью душой, телом и всеми фибрами души. На подобных мероприятиях я присутствую впервые. Поэтому для меня все новое, все незнакомое, немного странно, но очень интересно и увлекательно. Таврида для меня это, в первую очередь, это общение, потому что здесь ребята совершенно с разных регионов. Таврида – это очень классное место, на самом деле, где есть своя атмосфера, какая-то аутентичность, что ли. Возвращение к истокам такого курортного отдыха. Но мы сюда приехали отнюдь не загорать, не отдыхать. Мы приехали сюда работать и налаживать полезные связи по всей России. Полученные теоретические знания участники сразу применяли на практике. На четвертый день пребывания в лагере всех их ждала деловая игра. В выдуманном городе Златограде происходили невыдуманные истории. Митинги, протест жителей, недовольство по поводу убитых дорог. По каждому событию журналистам нужно было оперативно подготовить как минимум четыре материала. Пять дней на работу в профильных классах. Такое же количество дней на знакомство, обменным опытом, ну и, конечно же, развлекательную программу. Настал тот момент, когда участникам смены молодых журналистов форума Таврида предстоит покинуть территорию лагеря. Если в первый день Крым встретил нас с палящим солнцем, то под конец смены над Тавридой сгустились тучи. Однако можно смело заверить, что полученные знания дадут толчок для новых проектов и смелых идей. Ринат Алиулова, новости Ульяновской правды, специально из Крыма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова